доброго времени суток youtube уважаемые психологические комьюники и маленькое видео посвященное маленькому нюансу проведения психофизиологических обследований лиц опасных профессий вот то что вы сейчас видите на своих экранах это у нас официально прописано в инструкции по проведению психологических обследований а именно есть у нас такая инструкция порядок проведения психологических обследований приходят к нам люди мы их обследуем иногда оффлайн то есть здесь и сейчас в нашем кабинете психологической диагностики иногда обследуем дистанционно но это неважно собственно речь идет вот о чем официально прописанные правила прохождения психологическому обследованию они были нами просто вот так вот выделены и вставлены в обычный файл powerpoint ну давайте на них остановимся соответственно люди лица проходящие психологические обследования официально предупреждаются их знакомят на производстве с тем что обследование необходимо проходить в следующих обстоятельствах или так называемых обязательных требованиях к пфо психологическим обследованием первое обследуемые лица проходят приходят на психологическое обследование 9 00 кому интересно по поводу цифр времени и так далее проведение пфо могут обратиться на наш сайт там в разделе информации есть большая таблица обстоятельно со всей возможной требовательностью описывающая как что и зачем по времени к скольки когда перерыв когда значит какие методики проводятся и так далее допустим психологические методики пзмр с измр рдо в этой таблице мы рекомендуем проводить в утренние дневные часы когда человек находится на и более таком благоприятном функциональном состоянии но одним словом обследование у нас официально начинаются в 9 часов в нашей лаборатории может где-то по-другому это все происходит но у нас 9 на практике это получается так что люди приходят на обычную как бы в обычное время порядка 8 8 30 и в 9 часов у меня сотрудницы начинают проводить это психологическое обследование обследуемые лица должны накануне хорошо отдохнуть и выспаться люди об этом информированы проходя у нас обследование многие годы они уже знают что лучше действительно поспать чтобы быть в оптимальном функциональном состоянии соответственно к обследованию также не допускаются лица работавшие вечернюю или ночную смену такое бывало иногда то есть человек отработал смену с ночи ему начальник мастер там смены горит ну-ка теперь давай ты сегодня по графику проходишь психофизиологическое обследование и вот он к нам приходит мы его подчас таких людей не допуская мисс SHA'd не видим щек ночь проработал там просидел денег кабинке то есть наблюдал за приборами целую ночь у него признаки в том лени и соответственно он пришел к нам на обследование мы говорим извини созваниваемся с руководителем отдела цеха и соответственно ставим в известность этот человек не может сегодня проходить обследование как правило люди это воспринимают руководители нормально они понимают что это не должно такого происходить не соответственно Человек приходит в другую, ему выделяется другой день руководством предприятия, и он приходит уже без признаков выраженного утомления, истощения после вечерней или ночной смены. Соответственно, не допускаются признаки, ну вот тут я уже говорил об этом, утомления. Не допускаем мы. Естественно, с похмельным синдромом такое тоже бывает, предположим, было такое раз, может быть, за многие годы, вот за эти 18 лет, что мы работаем, раз 5 или 6 такое было, что мы встречались с тем, что человек пришел там в понедельник, условно говоря, значит, у него признаки похмелья, от него разит перегаром, мои сотрудницы подходят ко мне, говорят, Виктор Николаевич, такая вот история, что делаем? Ну, соответственно, идет информация вышестоящему руководству, что человек вышел фактически на рабочую смену с признаками похмельного синдрома. Ну и тут далее закручивается вся машина предприятия и так далее. Люди уже знают, многие годы, я повторюсь, проходят у нас обследование неоднократно и, соответственно, знают об этом и, ну, по крайней мере, страираются себя как-то ограничивать в употреблении алкоголя в предшествующий ПФО день. И, соответственно, простой самый пункт, вот сколько их тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестой, не допускаются лица с признаками, симптомами болезненных проявлений, простуда, гипертония, там, кризы различного рода, реакция на погодные условия, что-то еще. Если человек предъявляет какие-то жалобы, мы очень либерально действуем, договариваемся с ним непосредственно, что он немножко себя поддержит, подлечится, перестанет, значит, температурить или еще как-то, и мы его спокойно обследуем. И мы идем всегда навстречу, без принятия вопроса перед руководством, всегда договариваемся, что он придет в свой выходной день, и спокойно у нас пройдет обследование. Мы очень либеральная лаборатория в этом плане, но, конечно, когда надо, то есть поступаем резко. Утомление, ночная смена, похмелье, извини, подвинься, никаких тебе ПФО не будет. Ну, а если человек болен, то тут сам Бог велел перенести ему обследование на другой день. Ну вот, собственно, это все. Как я уже сказал, это описано у нас в инструкции по прохождению ПФО, и здесь просто слайд для вас создан. Благодарю вас за внимание и удачи вам!